Привет, друзья! 80-летняя Светлана Маргунова впервые рассказала о своей беде. Диктор советского телевидения призналась, что уход из жизни единственного наследника стал для нее тяжелейшим ударом. Звезда потеряла сына, 52-летний мужчина умер от коронавируса. Светлана Михайловна заявила, что ничто не предвещало беды. Она общалась с ним за несколько часов до кончины. Родные забили тревогу, когда не смогли связаться с Максимом. Квартиру мужчины вскрыли, но оказалось поздно. Мой родной любимый сын, я еще с ним в три часа дня разговаривала. Он заразился от Игоря, своего начальника, в одной машине ехали. Вот и все, я очень плохо себя чувствую, сказала Маргунова. Диктор уверяет, Максим не занимался самолечением. Он сразу после введения карантина отправил жену и дочь на дачу, а сам принимал лекарства и выполнял предписание врача. У заболевшего оказалось поражено 28% легких. Маргунов уверял, что идет на поправку, он не ожидал осложнений. Напомним, в выходные прошли похороны Максима Маргунова, единственного сына знаменитого советского диктора Светланы Маргуновой. Родные и друзья стараются поддержать безутешную мать, которая потеряла главный смысл в жизни. Похороны прошли 22-го, мая при участии Светланы Маргуновой, которая отказалась скремировать сына, несмотря на опасность традиционных похорон. Очевидцы говорят, что 80-летней женщине во время церемонии прощания стало плохо, и она с трудом держалась на ногах. Советская звезда отказалась общаться с прессой, и, как говорят ее друзья, заявила, теперь она потеряла смысл жизни. Вопреки домыслам, Максим не занимался самолечением, а сразу же обратился к врачам за помощью. Как только узнал, что его коллега болен коронавирусом. Ему прислали врача из поликлиники, назначили компьютерную томографию. Максим поехал на машине сам, и там было установлено 28% поражения. Его убедили, что с таким поражением лечиться пока надо дома, и далее все назначения и лекарства были от врача, говорит подруга семьи Лариса Куликова. Кроме того, он изолировал семью, жена и дочери эти дни провели на даче, а сам остался в квартире. Но в итоге все усилия оказались тщетны, и 19 мая его не стало. Его коллега, телеоператор Юлий Линкевич, рассказал о том, что 29 мая мужчине исполнилось бы 53 года. Ковид-19 реален, и он убивает, убивает внезапно. Это невосполнимая утрата, вечная память, сообщил он. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт новости в мире. Странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.